20 лет. Внушительная цифра, когда речь идет о придомовой территории, которую за это время никогда не благоустраивали. Весь прошлый созыв городские депутаты работали над вопросом о реконструкции двора между домами 14 и 16 по улице Лемешко. Согласовывали проект, изыскивали средства, проводили встречи с жителями. Процесс затянулся и начал осуществляться лишь около месяца назад. Мы здесь в гаражах жили и вообще в грязи. Ну представь, ну 20 лет не было ремонта, как вы думаете? Здесь была плохая площадка очень и все было песком засыпано, собаки ходили в туалет и сделали нормально, дорогой покрыли. По проекту здесь появится детская площадка и зона отдыха со скамейками. В первоначальном виде, который согласовывался с жителями, во дворе должно было быть больше игровых элементов и фонтан. Но городская администрация посчитала это нецелесообразным. Тогда люди решили обратиться к главе Ленинского района, чтобы за счет экономии при розыгрыше тендера у них все-таки появилось желаемое. Сейчас вопрос находится на рассмотрении. А вот площадку для выгула собак уже построили. Уже начали гулять с собаками. Я очень обрадовалась. Молодцы. Чтобы работы были проведены качественно и все сдано в срок, за процессом следят представители общественности. В частности, члены общественной палаты муниципалитета, которые регулярно инспектируют объект. Надеюсь, что сроки не сдвинутся и жители получат результат вовремя, в срок. Радужную перспективу омрачает придомовая проезжая часть и тротуар. Работы по замене этих покрытий должен был проводить другой подрядчик, который по невыясненной причине отказался осуществлять ремонт, что привело к остановке процесса. Будем искать какие-то варианты разрешения этой проблемы. Конечно, не хотелось бы переносить вторую часть благоустройства на следующий год. Но, опять же, гарантии того, что это решение будет найдено, скажем так, нет. Однако автомобилистам отчасти повезло. Здесь появилось дополнительное парковочное пространство. Также в рамках реконструкции во дворе установили столбы освещения. Ведь раньше местные жили, что называется, в потемках. Юлия Погосян, Алексей Рудев, Ольга Садовская, Видное ТВ.